Ваши лекции о «Матрице»? О, спасибо, послушали, уже отреагировали, она сегодня была. Меня неприятно поразила мысль о том, что главная сюжетная конструкция 90-х годов – взаимный договор и взаимное использование добра и зла. С чем это связано? Ну, это есть в «Матрице» эта мысль, что добро и зло давно договорились, и что система сама растит себе могильщиком, потому что единственный путь самообновления системы – это периодическая катастрофа. И в России действительно так, потому что об этом я уже говорил сегодня. Но с чем связана эта идея тотальная добра и зла, взаимная договоренность, или, так сказать, договорный матч, которая сказалась и в «Ночном дозоре», вообще почти во всей фантастике, это, вы не обижайтесь, но это примета некоторого измельчания людей. А такое… Да ну, они обо всём договорились заранее. Такая конспирология, конспирологическое мышление «Матрица» – это же проявление конспирологического мифа, теории заговора. Вся реальность – теория заговора. Всё подстроено. Это бунт машин против нас, это придумали пифия и архитектор. Это всё какие-то теневые структуры вокруг нас возвели. 20-й век – век новой религии, век конспирологии. Это примитивная форма религии, такая, как говорил Мандрештаб об антропософии, фуфайка вместо религии. Чтобы грело, а сути нет, и величия никакого нет. То есть, знаешь, когда люди устают от принципиальности, от честности, устают считать себя трусами, они говорят, да ну, их всех этих борцов заранее договорились. Вон эти самые «Войны света» и «Войны тьмы» в «Ночном дозоре» играют в шахматы. И весь мир – это шахматная партия. Или, вон, Навальный наверняка договорился, и теперь на курорте отбывает, а дочери речи пишут Сурков. Или, помните, у Аксёнова в рассказе «Победа» – знаю я ваши матчи, заранее договаривайтесь. Конспирология – это всегда примета дурного вкуса. И больше того, конспирология – это примета плоской, наивной картины мира. Отсюда же идея о неразвлечении добра и зла. Когда людям не хочется бороться со злом, они придумывают себе удобную версию, что никакого добра и зла не существует, а есть одна бесконечно, так сказать, мастурбирующая система. Что это не секс, а бесконечная мастурбация. Это, ну, что называется, утешение бессильных, простите. Допустим, право человечества разделиться на части, которые перестанут видеть друг друга. Тогда в таком мире я хотел бы быть сталкером-проводником через границу. Будут ли такие люди востребованы, какие качества им потребуются? Это будут медиаторы. Они так и называются – медиаторы. Это люди, которые умеют выпадать из матрицы. В матрице – это Тринити. А если говорить о вот таком ближайшем будущем, то это провокаторы. Простите, не обижайтесь, но это провокаторы, а не медиаторы. Потому что это люди, которые над схваткой. Понимаете, это будут во многих отношениях взаимоисключающие группы. Группы, которые враждуют. Такими медиаторами были, например, в начале XX века Азев, Малиновский. Да много было. Провокатором не исчезла и главный герой русской революционной литературы. Карамора, Карамора, Горьковский. Потому что, видите, разные слои общества – консерваторы и либералы, революционеры и демократы, власти, народ. Вот они потому друг друга не видят, что иначе они бы взаимно уничтожились, они бы находились в состоянии постоянной войны. Но вот медиатор Азев, который вхож и в охранку, и в боевую организацию СССР, или медиатор Малиновский, который вхож к большевикам и одновременно к охранке, да и медиатор Гапон, хотя Гапон, я не уверен, что был провокатором, но, видимо, какие-то контакты с властями имел, или, по крайней мере, пытался входить в разные сферы. Медиатор будет провокатором неизбежно, потому что связывать… А зачем связывать эти черты? Ведь диверсификация – главный закон человека. Ну, это всё равно, как вы предложите бывшим супругам, которые разошлись, быть между ним и медиатором. Я боюсь, что это просто означает длить отжившие отношения. Так что, конечно, будут сталкеры, будут проводники между, условно говоря, народом и интеллигенцией. Они есть и сейчас. Но в результате у них провокаторская функция. Зачем сближать то, что разошлось? И если, наконец-то, слава богу, разные России, расслоившись, пойдут разными путями и перестанут вечно выяснять отношения, какая страна единственно правильная, а каждый построит для себя свою оптимальную среду, ну, зачем же быть медиатором в этой среде? Зачем сплачивать всё своей фигурой? Мне кажется, это всё равно, что как-то вот медиатор... Как мы назовём медиатором между враждующими станами? Перебежчик. В 1927 году будет столетие появления трёх трикстерских романов. Что изменилось за это время и как изменились русские трикстеры? Ну, вы имеете в виду, вероятно, значит, Бендера с «Двенадцатью стульями», Форд Берзина, а что третий, я не знаю, какой третий трикстерский роман, разве что вор леоновский, но там не совсем трикстер, конечно, Митик и Векшин, скорее уж Фирсфейс на то пошло. А просто, разумеется, русские трикстеры изменились очень сильно и сменились фаустами. Роль трикстера превратилась в роль разведчика, досталась сначала Воланду, потом Руматисторскому, а потом Штирлицу. Такой Мефистофель, покровительствующий пасторам и профессорам. Вот так изменилась роль трикстера. А по большому счету, сейчас закончился и фаустианский роман. И каким будет следующий главный роман 21 века, ну, может быть, диверсификаторский, может быть, таким, какой я сейчас пишу. Но это всегда хочется так думать. А вообще, я умею угадывать тенденции, но задавать их не умею, потому что, может быть, вот по слову шоу, всегда боялся быть модным, потому что иначе рано или поздно станешь старомодным.